Обязательную вакцинацию планируют ввести в Ульяновской области, но только для работников образования, медицины, сферы услуг. Соответствующий документ сотрудники Роспотребнадзора направили в столицу на утверждение. В день в регионе выявляют до 350 случаев заражения коронавирусом. Новые меры защиты населения обсудили сегодня в законодательном собрании на правительственном часе. Марина Тимофеева продолжит. В сухих отчетах регионального Минздрава тревожные цифры по заражению COVID-19. Третья волна превысила пик заболеваемости. Вирус мутирует, сообщает Минздрав. Сегодня фиксируется дельта-штамм. При этом в Ульяновской области отмечается низкий процент вакцинированных. Хотя именно прививка пока один из основных методов профилактики от коронавируса. До достижения коллективного университета 80% вакцинированных нам требуется привить 793 711 человек. И вакциной мы в действительности обеспечены. Сейчас запас комплектов составляет около 100 тысяч доз. Сейчас стоит задача ускорить темп вакцинации и тестирования, а также усилить информационно-разъяснительную работу по маршрутизации действий в случае заболевания. Прозвучало предложение передать служебный транспорт органов власти медучреждениям для выездов к пациентам. Надо бороться за каждого жителя. На сегодняшний день мы услышали о том, что 87 миллионов рублей направляются именно на амбулаторных больных. Те, которые находятся дома, и мы действительно получаем очень большое количество вопросов. Лекарства имеются. Ежедневно пациенты с коронавирусом поступают в больницы на стационарном лечении сотни людей. Медики сегодня находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Чтобы поддержать их, требуются дополнительные нормативные акты. Проект у закона медицинских работников, мы его разрабатывали в прошлом году. Он был фактически готов в проекте. Мы берем на себя обязательства депутата, законодательного собрания, думаю, от всех фракций. В кратчайшее время, 2-3 недели разработаем, учтем все там интересы людей, которые работают сегодня с ковидом. Начать строительство ковидного госпиталя планировали еще в прошлом году. Ему даже определили место на территории центральной клинической больницы. Но все остановилось на этапе проектирования. Сегодня депутаты обещали взять этот вопрос под контроль. Также обсуждалась тема и медицинского персонала. Сейчас, как никогда, ощущается дефицит врачей. Безусловно, медики на износ работают, спасают людей. Но со стороны Министерства здравоохранения должно быть соответствующее решение. В том числе и выделение денежных средств. Говорили о строительстве ковидного госпитала, об усилении материально-технической базы, о доплате медиков. В медицине сегодня много проблемных вопросов. Искать им решение готовы депутаты областного парламента. Формируется скоро бюджет. Это надо тоже увязывать. На бюджет, на медицину надо денег. А пока решено возобновить региональные пособия врачам. Плюс парламентариев займутся разработкой нового законопроекта о медицинском работнике. Марина Тимофеева, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск.